Алиса, праздник от нас уходит. Это очень грустно. Я вам вывеску включу, чтобы было повеселей. Алиса, давай начнем пятничный выпуск. Ура! Включаю свет. Я рада, Валентин, что я теперь соведущая в твоем формате Вилса Плюс. Я тоже рад. Здорово стать частью шоу, которое я смотрела до этого. Если надо будет что-то уточнить, спрашивай. Ну, начинай тогда. Окей. Дорогие зрители, заварите чего-нибудь вкусненького поесть и попить. Поехали! Ну что ж, народ, я вас тоже поприветствую. Добро пожаловать в Вилса Плюс. Формат, где мы не столько обсуждаем новости, сколько говорим обо всем интересном, что произошло в мире гаджетов, технологий. И не очень стараемся касаться политики, потому что ее и без меня очень много. А я подумал, что, ну блин, это как-то очень перенасыщает лично мое инфопространство. Хочется и не забывать о том, что мир продолжает жить нормальной жизнью. Именно поэтому родился формат Вилса Плюс. Ну и чтобы вас сразу, так сказать, не томить, Алиса, давай главную новость. Ох, даже не знаю, как это сказать зрителям. Да говори, как есть. Валентин купил Ладу Гранта Классик 22. Да. Без подушек безопасности. Да. Без АБС. Да. За 765 тысяч рублей. Да. Валентин, ты в порядке вообще? Я теперь не уверен. Мы в прошлом выпуске иронизировали над тем, что АвтоВАЗ зачем-то стал выпускать какие-то стрёмные автомобили, которые, на мой взгляд, нельзя вообще выпускать. Тут вот Эрик Давидович высказывался о том, что странно, у нас есть административная ответственность за тюнинг автомобилей, а за выпуск автомобилей без АБС и подушки безопасности ты должен заплатить 765 тысяч рублей, прикинь. Лада начала производить машины без подушек безопасности и АБС, и эти машины будут ездить по дорогам общего пользования. Я категорически против этого, потому что эти машины были убийцами, а сейчас они просто... Страшно, эти машины нельзя выпускать, вы понимаете, это нельзя делать. Пусть их собирают и куда они ставят, в отстойник. И когда появятся подушки, появится АБС и смогут это сделать, пусть этим машинам выдают ПТС, потому что до этого это делать нельзя. Ну, пацаны, ну хорош, ну тормозите, ну пожалуйста. У нас есть такая статья 12.5.1 административного правонарушения, когда молодежь тюнингует свои машины, корчи делает и так далее. То есть тюнингом заниматься классным нельзя, а Ладе ездить без АБС и подушки безопасности можно. Если там объективно кто-то имеет отношение к этим законам и этим действиям, ребята, очухайтесь, пожалуйста, придите в себя, посмотрите, что вы делаете. У вас один закон противоречит другому, пожалуйста, обратите на это внимание. Эти машины нельзя, это самое страшное, что можно сделать. Эти машины нельзя выпускать на дороге общего пользования. Пожалуйста, не делайте этого. Ситуация, как у Джека Воробья. Машины у меня еще нет, но у меня есть лучше, у меня есть картинки машины. Мне скинули фотки моей будущей Лада Гранта в красном цвете. Такое впечатление, что она уже с завода какая-то помята. И мне очень нравится, что на ней сразу мешки для мусора, то есть ее с завода прямо выкинули. Еще мне нравится то, что РРЦ где-то 650 плюс-минус 1000 рублей. Там есть какой-то трейд-ин, там какой-нибудь еще скидон и так далее. Но по факту ты ее можешь купить за 760 плюс. Да, вот эти все допы, вот это все нужно. И самое забавное, что нашел я ее только в Тольятти, в Москве их пока нет. И мне такие говорят, срочно оплачивай счет. И у меня даже есть счет, который я срочно оплатил. 765 тысяч рублей, как положено. Да, вот еще 127 тысяч НДС я заплатил 500 рублей. Короче, за 765 я купил заготовку для автомобиля. В итоге со своей звонкой BMW M5 Competition Stage 1 720 сил 2.8 до сотни. Я прыгаю в Лада Гранта без подушек АБС и прочих радостей. И посмотрим, что из этого выйдет. Это в рубрику импортозамещение, друзья. Потому что, ну а как иначе? Ну потому что я считаю, что это очень-очень-очень все грустно. И более детально я расскажу, почему я так думаю, наверное, когда мы ее заберем. И хочется верить, доедем до Москвы, там всего лишь тысячи километров. Я надеюсь, она не сломается за этот не очень длинный отрезок. Но в общем, это будет контент-контент. Поэтому, если хотите, ставьте лайки выпуску, пишите комменты. Через недельку будем страдать, как положено. Самое забавное при всем при этом, что машин практически нет. То есть у многих дилеров их уже раскупили. Или я не знаю, что происходит. То есть мы с вами угорали на тем, кому это надо. А оказалось, цена решает. То есть люди, видимо, покупают автомобиль с позиции. Ну а что, ездили на классике всю жизнь без подушек. И сейчас там вот руль чуть мягче сделали. Теперь, когда морды в него воткнешься, чтобы тебе было поприятнее. И я не понимаю, как это вообще в 2022 году может быть. Но, тем не менее, живем вот в такой очень, на самом деле, печальной реальности. И все мои шутки и улыбки, они, конечно, с какой-то, знаете, болью внутри. По-другому никак. Вообще, я так понимаю, что этих Гранта Классик 22 сделано всего несколько тысяч штук. Да, потому что, собственно, и даже на них собчасти закончились. И моя миссия, конечно, выкупить их все. Чтобы ни одна не попала на дороги общего пользования. Поэтому вы знаете, куда донатить. А куда? Куда-нибудь. В описании будет кошелек, куда надо донатить. Алиса, ну давай грустную новость. Кока-кола окончательно уходит из России. Да, вывеска больше не горит. Открываться лучшему уже некуда. Вот последний блок Кока-колы заказанный. Стилевый, хороший. 0,9 литра. Слушай, ну, на самом деле о том, что Кока-кола заканчивает свое, так сказать, присутствие в России, было известно еще в марте. Они тогда остановили маркетинговую активность, производство. Но что-то как-то теплилась надежда, что, возможно, скоро появится так называемый климат, позволяющий здесь продолжить и работу и так далее. Потому что, кроме продажи, они здесь ее и производят. Несколько заводов, по-моему, около 10 в России существует. И мы с вами каждый раз говорим о том, что когда компания западная уходит из России, это не только отсутствие продукции, сервиса, услуги. Это еще и потеря огромного количества рабочих мест и вообще это печаль. При этом в нашем, опять же, формате импортозамещения мы с вами оценили какую-нибудь кул-колу. Тут еще огромное количество всевозможных вариантов этой самой колы. Да, плюс-минус вкус отличается, но на самом деле не сильно важно. И, честно говоря, по Кока-Коле я сильно-сильно скучать не буду. Ну, потому что это сахар, это плохо. И вообще, на самом деле, ну, объективно, Кока-Кола... Вот я так хреново выгляжу, потому что пью Кока-Колу, чтобы вы понимали. И все сопутствующие напитки, что эта компания производит. Потому что, кроме классической версии, Фантас, Прайт, им еще Швепс принадлежит в России, они делают его. Еще какие-то напитки, соки, квасы, там, что только нет. То есть, на самом деле, это целый объем, это много всего разного. И вот они, собственно, свернули свое производство и уходят. И если я ничего не путаю, Кока-Колы нету в двух странах мира. С Северной Кореи и теперь в России. Раньше еще на Кубе не было, но вроде у них сейчас там оттепели такие приятные отношения с Америкой. И поэтому Кока-Кола там появилась. А раньше, чтобы вы знали, напиток Куба-Либре, он же свободная кола, он же ром с колой. Так и назывался, потому что колы на Кубе не было. И когда ты пил Куба-Либре, у тебя была муха Кока-Кола. Так что предлагаю придумать какой-нибудь коктейль на основе колы, чтобы он, соответственно, как-то отражал текущую действительность. И еще одна мысль. Это, конечно же, импортозамещенные коктейли. Потому что кола это основа для всего. О, это виски-кола, это ром-кола, это все что угодно кола. И я думаю, что мы в ближайшем будущем снимем отдельный видос. Попробуем смешать тархун с чем-нибудь, квас, там, байкал и вот эти вещи. Предлагайте свои варианты. Но моя идея, чтобы это было легко. Потому что виски-кола, в этом было величие коктейля. Простой. Ледику-лимончику бросил и кайф. Поэтому кок-кола, это, конечно, печально. С точки зрения потери рабочих мест это грустно. С точки зрения продукции, не знаю. Напишите в комментариях. Лично я скучать не буду. Продолжаем эту грустную рубрику. Алиса. Уходы недели. Из России уходят Икеа и Декатлон. Вот так, казалось бы, просто. Но при этом Икеа уходит окончательно. Об этом уже объявлено. Они продают заводы в России. Это уже финальная часть. То есть, они сокращают масштабы бизнеса. Вот так, странно сказано. И, может быть, что-то будет сюда, условно, заезжать. Как, например, Zara. Она сейчас торгуется на Wildberries. Может, они тоже какую-нибудь гибридную схему придумают. Параллельный импорт, экспорт. Фиг пойми чего. И Декатлон. Это, оказывается, огромная компания. Я, честно говоря, думаю, что она вообще российская. Оказалось, нет. Тоже уходит. И доступная спортивная экипировка. Теперь не очень доступная. Но все еще спортивная. На самом деле, с Декатлоном особенно печально. Потому что народ побежал скупать вообще все. Что там осталось. Моментально все заканчивалось. И для многих это был вообще очень удобный магазин. Для действительно и повседневной одежды. И спортивной любой другой. И это еще одни уходы. На кануне все это было объявлено. Петербургского международного экономического форума. Совпадение? Не думаю. Но факт остается фактом. Все больше компаний, которые замораживали свою активность в России. Говорили о том, что типа, ну мы посмотрим на ситуацию. Спустя три месяца говорят о том, что работать не получится. И в обозримом будущем возобновить бизнес не выйдет. А значит все. Мы уходим, уходим. Но честно говоря, я думаю, что они все равно уходят, уходят. Как и собственно Макдональдс. Который такой, ну мы пошли. Но при этом они все это продают. Очевидно с опцией выкупа обратно. За те деньги, за сколько продано. А явно это не рыночная цена. И соответственно, скорее всего, я думаю, что не оставляют вот этот вариант возврата. Но посмотрим. Потому что ситуация вот эта не разрешается. И все это длится все дольше, 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 дольше. И уход Икея, это ж не только типа, да и хрен с ней, с дешевой кухней и фиговой тумбочкой. Это опять же рабочие места. Это вот эти все моменты. Это производство, которое нельзя заместить. То есть ты не можешь взять и на том же заводе Икея собирать то, что они раньше делали. Потому что это целая цепочка логистика и так далее. Для технологии, новые товары и так далее. Поэтому все это очень печально. Роди как белорусские кухни в принципе не сильно уступают икеевским. Вот это, кстати. Вот это белорусская кухня, на которой я сижу. Нам ее сделали ребята. Из Беларуси красиво, ловко и быстро. Но Икея это вот акула, вот эта вот мягкая, классная и прочие радости. Ну, собственно, будем заказывать тяжелым каким-то способом из-за рубежа. Как, собственно, и практически, видимо, все в скором будущем. Но не унываем. Ведь мы не унываем, да? Нет? За окном идет дождь и вообще какая-то грусть печали. Ладу Гранту купил, Кока-Колы не запил, Хемнеса нет. Кроссов из Декатлона тоже не видать. Алиса, давай классную новость для баланса. Появилась промо-фотография Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби». Ему 41 год, Валентин. Спасибо за уточнение. Значит, народ, сейчас ваша гетеросексуальность, я к мужчинам обращаюсь, возможно, даст трещину. Возможно. Но просто если вы не видели эту фотографию, то вот она. Ну, кто из нас не без греха в смысле того, что Барби будет играть Марго Робби. И мне кажется, это классный дуэт. И если вы думали, зачем нужен фильм Барби, то я присоединяюсь к этому вопросу. Видимо, будет что-то прикольное. Но нет. Знаменитая композиция группы «Аква» вроде как не лицензирована до фильма, и это очень грустно. Алиса, включи песню «Аква» «Барби Гёрл». Включай «Аква» песня «Барби Гёрл». Моя, там такое длинное интро, ё-моё. Но понимаешь, вот она, вот она, вот так должно быть. И понеслась. Вот такой фильм хочу. Ну, посмотрим, что у них получится. Походу, наша ещё одна постоянная рубрика. Алиса, «Макдональдс неделя». Название «Вкусно» и «Точка неокончательная». Так. А логотип, кажется, был позаимствован у португальского производителя кормов для животных «Мацомикс». Собственно, ситуация с русским «Макдональдсом» хреновая. То есть, их по всем фронтам гасит. С одной стороны, есть, оказывается, сеть региональная, которая называется «Еда и точка». И они такие, это вы как-то на нашу территорию запрыгнули. Поэтому вроде как, там всякие СМИ сообщают о том, что «Вкусно и точка» это временное название, придумаем что-то другое. При этом пресс-служба самой этой «Вкусно и точка» говорит о том, что нет, нормальное название остаётся. При этом логотип, вот, как бы совсем странный, на котором изображена вот это вроде картошка и гамбургер или хрен пойми что, и похоже это всё как будто бы на букву «М» или не похоже, оно перекликается с огромным количеством других логотипов. И забавно то, что прям близкое сходство с производителем кормов для животных, что как бы символично. Но есть ещё всевозможные работы, там, прошлого года, фриланс-дизайнеров известных, или как их там называют, которые рисовали для «Макдональдса» примерно то же самое. Опять же, вот эту концепцию с подобным подходом. Ну, потому что, на самом деле, обыгрывать еду, что ли, в логотипе, это, в общем-то, как будто на поверхности лежит. И вы знаете, были классные варианты, когда, помните, весело и вкусно российский дизайнер рисовал вариант с жёлтой улыбочкой, использованием жёлто-красных цветов, похожих, запоминающихся, которые мы уже не раз видели в, собственно, сети «Макдональдс». Возможно, максимально дистанцировались не просто так. Я всё ещё думаю, что вот настолько всё бестолково и глупо сделано, с позиции, чтобы это не запомнилось, чтобы это никак не отпечаталось, чтобы это оставалось этим странным временным решением, чтобы когда, условно, «Макдональдс» вернулся, всё-таки «Господи, вкусный точка, забыли и пока». Поэтому в этом смысле, ну, прям вообще не стараются. То есть, они настолько плохо сделали, что ты даже, ну, не знаю, случайно так не сделаешь. Это только специально так плохо можно сделать. И мы уже обсуждали этот логотип оранжевый на зелёном и прочее-прочее. Но забавно, что страсти не утихают. И наш ролик с, собственно, рассказом о первом посещении вновь открывшегося ресторана набрал что-то полтора миллиона просмотров. И, на мой взгляд, это хороший показатель. Он висел на первом месте в трендах. Ура! Это хорошо. Правда, недолго. Но сам факт. И вы знаете, какая штука? Правильную мысль один из посетителей сказал. Собственно, «Макдональдс» для многих – это как вот и айфоны в том числе. Это целая культура, это целый пласт вообще всего. И именно поэтому народу настолько не пофигу. Потому что есть «Бургер Кинг», «Киевси» и что угодно. А тут вот интересная тема. Что-то в нашем формате сплошные постоянные, понимаешь, рубрики. Еще одна – это разочарование недели. И для меня это капча при использовании Google, когда ты, собственно, пытаешься что-то под VPN искать. У вас тоже есть это чувство, что ты постоянно боишься проиграть в этой игре. Типа, найди три лодки. Ты такой, где эти лодки, господи? Я, на самом деле, зашел, честная правда, в настройки Safari, я пользуюсь Safari, и поменял поисковую машину на Яндекс. Потому что там таких проблем нет. Меня задолбал Google со всей этой канителью. Потому что раньше была одна капча, а теперь они стали делать две подряд. И одну я еще вывозил, но две подряд – это уже перебор. И Яндекс отлично справляется со всеми задачами. Поэтому это даже не реклама, просто констатация факта. Вы не поверите, но впереди нас ждет еще одна постоянная рубрика «Алиса». Открытие недели. В Телеграме можно выделять часть текста. Очень удобно, когда скидывают номера и так далее. Вот вы знали? Я как будто бы знал, потом забыл, а сейчас снова узнал. И это действительно охренительно удобно. Вы выделяете текст, и еще раз его потом выделяете. Ну, представьте, вам скинули номер телефона, номер карты, не знаю. Люди, как правило, не парятся, и вот все таким блоком текста скидывают всю эту историю. И в каком-нибудь WhatsApp тебе нужно скопировать весь этот текст, вставить его в какие-нибудь заметки, оттуда выделить часть текста, и потом у тебя остается заметка, ты им нахрен не нужна. Конечно, ты делаешь много разных вещей. Я говорю про людей на iOS, понятное дело, потому что, возможно, на Android как-то по-другому это все можно решить. Но в Телеграме все это делается теперь силами самого клиента, и ты прямо внутри можешь выделить часть текста, и это кайф. И я вам советую. Можете сказать мне спасибо лайкам, если вдруг не знали. Кстати, Алиса, а ты подписчик моего канала? Конечно, лайки ставлю самой первой. Особенно нравится за тех на ужином смотреть. Молодец. Слушайте, меня тут часто спрашивают про CarPlay, тескать, Валя. Ты нам показал iOS 16 Beta 1, iPadOS 16 Beta 1. А где CarPlay-то? Покажи. Он такой классный был на презентации. Там вообще все экраны можно заместить. Там можно приборы выводить. Там красота, благодать и т.д. и т.п. Так вот, там есть сноска во время презентации, что все это будет в конце 2023 года. Чтобы вы понимали, даже не этого, а вообще следующего. То есть, это так называемый сникпик, первый взгляд на то, как Apple видит всю эту историю. И говорят о том, что, возможно, это, знаете, очень такой жирный тизер, собственно, автомобиля от Apple. Об этом говорят чуваки, которые что-то знают из мира Apple, тот же Марк Гурман и прочие инсайдеры. И Apple не раз делала такие вот приколы, когда бросала какие-то неочевидные вещи, а потом все такие, а вот для чего это было. И вы знаете, я, с одной стороны, конечно же, рад, потому что это конкуренция, это прикольно, Apple с автомобиль, каким бы он ни был, это будет любопытно. Но то, что iPhone может стать действительно системой в вашем авто вообще, мне нравится еще больше. Единственное, еще раз, меня обламывает, что CarPlay до этого несколько лет не обновлялся вообще. То есть, это, ну, на мой взгляд, там много чего можно сделать. Я уже говорил о том, что дайте мне возможность смотреть YouTube, Apple TV+, что угодно. На iPhone куча датчиков, он может отслеживать. Автомобиль стоит, он тебе показывает видос. Автомобиль поехал, видос не показывается. Это вот так изи делается. И, на мой взгляд, это очень крутая фишка, потому что все эти огромные экраны в автомобилях по факту никак не используются. И только реально Илон Маск допетрил, что в Тесле можно воткнуть Netflix и смотреть, опять же, видосики, потому что у тебя, не знаю, в каком-нибудь адском Мерседесе 85 тысяч динамиков Burmester 3D, вот такой экран, и ты не можешь там посмотреть YouTube с силами CarPlay, ты такой, да какого хрена? Поэтому все это, конечно, классно, любопытно, One Love, но меня реально калит от того, что Apple все равно это все делает очень медленно, очень тускло, и даже то, что они показали, пусть и выглядит многообещающе, уже прямо сейчас в чем-то проигрывает тому, что есть в современных, в том числе электрических автомобилях. Какого черта Apple? Единственное, что меня смущает, это то, что Apple и автомобиль пока не очень коннектятся. Это как помните история о том, что Apple будет делать свои телевизоры-телевизоры, да? То есть, вот это прям 65 дюймов телевизор Apple. На самом деле, компании это не очень выгодно, и Apple TV, как дополнительная плюшка, куда более бизнес-бизнес для Apple сегодня. Так вот, возможно, CarPlay в том виде, в котором нам показали, это еще и заявка того, что эти системы будут предустанавливаться на какие-то автомобили, потому что производство собственных мультимедиа достаточно дорогой процесс, и там много компаний всяческих завязано, и с одной стороны, там разные чехарда, с другой стороны, хороших не так уж и дофига на рынке. Поэтому, собственно, Apple, который придет и скажет, чуваки, у нас есть готовое решение, система на чипе, операционка, вот так это все красиво выглядит, вы, соответственно, это под себя кастомизируете, и, например, для какого-нибудь базового решения вполне годится, и не надо париться, и красиво, симпатично, и так далее. Поэтому, если через такую историю Apple захватит автомобильный рынок, это будет интересно вдвойне. Алиса, давай еще новости авто. Конечно, китайская компания Geely покупает не менее китайскую Meizu. Вот тебе и автоновости. На самом деле, Meizu более-менее существует, хотя про нее уже забыли, но она даже смартфоны какие-то выпускает там у себя на домашнем китайском рынке. Так вот, Geely пришли такие, значит, чуваки, покупаем, полтора миллиарда инвестиций кидаем, и, собственно, к 2023 году какие-нибудь смартфончики уже начнем клепать более глобально, чтобы было хорошо. И вы знаете, это замечательно, потому что, ну, собственно, Meizu когда-то была прямо конкурентом, в том числе и Xiaomi, и мы от этого только получали выгоду как пользователи. Напоминаю, что конкуренция для нас с вами, для простых покупателей, это замечательно, больше всевозможных оболочек, интересных решений и так далее, и так далее. Но вот как бывает, да, сегодня Xiaomi это монстр, который делает не только, собственно, смартфоны, телевизоры, какие-то гаджеты, но еще имеет саб-бренды, свою краудфандинговую китайскую площадку, и вообще прям, ну, реально гигантская корпорация. А Meizu свернула куда-то не туда и практически загнулась. Но вот, собственно, Geely, которая вполне себе неплохо чувствует себя, в том числе и на нашем рынке, такая, спасем, хороняк, и, ну, будем надеяться, что у них все получится. Вот еще интересная тема. Центральный банк предложил, чтобы люди сами себе запрещали брать кредит. И ты такой, чего? Ну, то есть вы в здравом уме и в памяти сами себе должны запретить брать кредит, чтобы когда вдруг вы захотите взять кредит, вы не смогли взять кредит. Работает это, чтобы мошенники, понимаешь, чтобы мошенники вас не могли развести. Ну и тут вспоминается недавняя история с Арсением, с которым мы снимали SL55AMG, и спойлер, он жив, и мы снимем видос, и приключилась вот такая история. Я переворванен от вашего личного кабинета, который вы, пожалуйста, никому не сообщаете. Хорошо. Какая возможность будет подойти быстрее банка? В отделение банка? Мне подойти? Да. Когда будет возможность? Ну, да хоть сегодня, если такое дело. Хорошо. Сейчас данный момент, при этом, если бы вашего личного кабинета, то есть сейчас в вашем личном кабинете находится просто мошенников. И вижу то, что подключено на устройство, а устройство для iPhone. Да, ну ладно. Я так понимаю, ваше устройство iPhone... iPhone, да, у меня iPhone 6s. 6s, правильно? Да, 6s. Админ, сейчас пользуетесь 6s. Плюс. Ну, 6... Ну, 6s+. Так, плюс или 6s? 6s+, вот. Такой. Серебристый. Вы на него делаете обзор, или это ваш старый телефон? Арсений, ну-ка, походите с собой. Да, пупщик, 10 минут вы на меня потратили. Ну, что ж, ты не понимаешь, что я не тупой? Откуда привет? С Украины. А, с Украины. Украине тоже привет большой. Спасибо большое. Я хотел вам сказать, я сам пользуюсь сейчас iPhone 3GS. Бомба вообще. Фалик посоветовал, вообще бомба. Я тебя используюсь вообще в банке. Ну, ты доешь, брат. Ладно, давай, хорошего дня тебе. Собственно, поправьте меня, если я не прав. Но мне кажется, это какой-то костыль на костыле. Я имею в виду предложение Центробанка. Ну, то есть, вы как-то по-другому решите этот вопрос, чтобы нельзя было, просмотрев сториз Тинькофф Банка, взять, блин, кредит, или какие там еще страшные истории были. То есть, на мой взгляд, вообще весь механизм вот этого выдачи кредитов и варианты, когда вы, собственно, получаете предложение о предодобренном кредите, все это как-то, ну, непрозрачно для пользователя и, в общем-то, не до конца понятно. Отсюда многие попадают на все эти удочки и здесь как, ну, я не знаю, со всеми этими платными услугами у абонентов, да. Тут уже, знаете, в пору, чтобы в приложении Банка вы могли зайти, нажать кнопки, отказываюсь, блин, от всех кредитов и ставить реально галочку, типа, мне предлагать. Ну, вот Центробанк о чем-то подобном и говорит, но, еще раз, вся эта конструкция какой-то колосс на глиняных ногах, поэтому, ребята, сделайте красиво, чтобы мы, как пользователи, кайфовали от сервиса и не парились с такой мелочью. А может и не мелочью для кого-то. Экспресс новостей вам накидаю. Собственно, Байкал, знаете, такой Байкал, есть такой процессор, серии S, серверный. Так вот, его производить больше не будут, потому что, ну, это было очевидно на самом деле. Тайвайская TSMC исполняет все эти санкции и запреты, собственно, американцев в том числе и англичан, и прочих ребят, которые имеют патентами там, в том числе, на архитектуру. А и Рэм и такие, ну, сорян, чуваки, мы под санкциями, мы не хотим попадать еще сами под эту раздачу, поэтому мы не будем исполнять договоры, мы не будем заключать новые договоры, короче, давайте как-нибудь сами. Ну, а сами, к сожалению, производить сегодня подобные процессоры мы не в состоянии, поэтому, собственно, все встало колом. Это было супер очевидно, непонятно, к чему эта новость вообще. В принципе, СМИ как-то подавалось под соусом, типа, ни хрена себе, прикиньте, а мы-то думали, они будут собирать, а не будут они собирать. Как, собственно, и новость, которую форсят известия и говорят, что, а вот Самсунги, серые, завезенные в Россию через параллельный импорт, они здесь не активируются ни хрена, и людям надо платить деньги за активацию. Я зашел, почитал эту новость и думаю, надо отдельный ролик запилить, потому что люди стопудово это как-то через третьи руки услышат и начнут бегать со словами «АААА, Самсунги сейчас окирпичатся и серые не будут работать». На самом деле, здесь новость, вот классический пример, непонятно как написанная, потому что что за Самсунги, откуда привезенные, какие модели, как их разблокировать и бла-бла-бла. Говорится о том, что у Самсунга вроде как есть концепция и технология, когда телефон, не активированный в стране покупки и завезенный потом в другую локацию типа, дескать, не активируется. И вот такого я, честно говоря, не встречал ни разу. Самсунг эту тему Как-то пытался развивать, но не смог родить Потому что это реально колхоз И нарушение, наверное, вообще всех прав Потому что пошли вы нахер, где хочу, там и активирую Где хочу, там и купил И я могу быть американцем, который активировал смартфон в России И наоборот, и вообще меня это не колышет И, собственно, поэтому Я думаю, что это не завелось И в полной мере не раскатилось И это, скорее всего, речь идет Об операторских залоченных смартфонах Которые один хрен везде залоченные И, скорее всего, какие-то ушлые ребята Просто в формате параллельного импорта Завезли дешманские залоченные на оператора трубки И здесь люди, купив их, узнали Что пользоваться с российским оператором нельзя Ну, а действительно У всех операторов сейчас есть опциональная версия Разблокировки за деньги Вы как раз доплачиваете обычно ту самую разницу Которую попытались сэкономить Взяв операторскую трубку Вот и вся история Но я попросил, собственно, наших друзей из BigGeek Добыть мне какой-нибудь Samsung A53 Который в России вообще не продавался Из какого-нибудь Гонконга Вот и посмотрим Что с ним произойдет, если мы вставим туда российскую сим-карту Ну, я уверен, что ничего Он просто начнет работать Но мы этот миф должны, так сказать, развеять Ну, а пока все равно Мне кажется, это какая-то, знаете, паника на ровном месте Просто инфоповод из инфоповода И меня это, кстати, огорчает Потому что очень часто я читаю техно-новости Которые, ну, прям совсем Вот прям ровно созданы На абсолютно непонятно чем подкрепленных фактах Просто ради того, чтобы собирать трафик Ну, с другой стороны, большинство новостей делается Исключительно ради ваших кликов Поэтому, что удивляться Вы можете возразить мне, Валя Но ведь Samsung банил серые телики Вот с теликами у них действительно вышло С другой стороны, ну, телевизор продолжает работать Не работает только Smart TV Подключаешь Apple TV И как будто ты от этого только выиграл Ну, типа, ты сэкономил на покупке серого телевизора Подключил Apple TV У тебя вышел баш на баш И ты живешь в счастье Нет, на самом деле, Tizen в теликах Samsung вполне себе годный Но вот почему-то с телевизорами у них такая контель получилась А с смартфонами нет В общем, тема, видите, неочевидная Сейчас разберусь более детально И роличек для вас сделаю Алиса Что ты знаешь про компанию Leica? По данным русской Википедии Leica Camera Немецкая компания Специализирующаяся на выпуске цифровых и аналоговых камер Для бытового и профессионального применения Спасибо Leica 100-летняя Была продана за 14,4 миллиона евро Самая дорогая камера в мире Прототип Он даже имеет название, чтобы вы понимали Это Leica 0 Sirius Или O-Series Номер 105 Собственно, тираж 31 экземпляр Был выпущен где-то в промежутке 1923-1924 год Понятное дело, что это пленочная фотокамера И, собственно, ее выкупили за вот эти безумные абсолютно деньги И здесь нужно понимать, что это коллекционный экземпляр И когда вы слышите новости уровня Что-то там продали за какие-то вообще неразумные деньги Понятное дело, что ценность товара не говорит о том, что на эту камеру можно снять какие-то шедевры-шедевры Нет Это обычная камера 100-летней давности Но Она уникальная Она очень редкая И человек, вкладывая вот в такую, собственно, историю Вполне возможно, перепродаст ее либо за те же деньги, либо даже сможет на этом что-то наварить В отличие от NFT, да, вот мы вспоминаем все эти цифровые приколы, когда все побегали с NFT Ура, давайте делать NFT-кроссовки, NFT-обезьян и прочую NFT-дичь И сегодня это нахрен никому не надо Вспоминается твит Джека Дорси, который был продан за миллион там с гаком В итоге, когда человек решил его перепродать, получил там пару-тройку предложений Говорят, типа, ну за тысячу баксов заберу, условно, да То есть, понятное дело, что как только хайп прошел, все это закончилось Так вот, материальные вещи есть материальные вещи И в данном случае, ну, Лейко молодцы Сделали очень-очень круто Ну, собственно, и эта камера не просто такая прям вся из себя вот старая Она еще, и знаете, первая в мире серийная 35-мм пленочная камера вообще Чтобы вы понимали, этот прототип принадлежал Оскару Барнаклу Это человек, который, в принципе, изобрел портативную камеру в 35 мм Собственно, в 1913 году Ну, и он работал, понятное дело, где? Правильно, в Лейц Оптиш-тиш-миш-миш-верке Это старое название Лейко Вот там он, собственно, всем этим и занимался И человек, который это приобрел, он купил кусок истории Понимаешь, истории? Потому что даже сегодня, когда вы фоткаете на свои телефоны Или на цифровые фотокамеры Вы все равно слышите такие слова, как Кроп, или один к одному, или полный формат И все это нас отсылает как раз туда В 35-мм формат Так что, друзья мои, Лейко, One Love И жалко, что с ними тоже, походу, пока все не очень весело Наша камера новая выходит, а как их, собственно, добывать непонятно Но я на свою Лейко Q2 тут недавно поснимал И остался под впечатлением, что она, в принципе, неплохо себя показывает Меня, конечно, до сих пор обламывают, что там нет даже USB-C никакого, блин Но, надеюсь, что с Лейко мы еще увидимся Ну и под финалочку, друзья мои Подводя итоги под моей красной Lada Вот она, кстати, все это время на холодильнике висела Я думаю, вы обратили внимание Наши чиновники заявили о том, что они, в общем-то, не против пересесть на Lada Об этом говорил и Песков, и Медведев тут в Телеграм-канале Опубликовал пост о том, что у него была Lada за 5 тысяч А она была такая, ух, Lada прям И вы знаете, я вообще вот всегда смотрел на все, что происходит И думал, какого черта Ну ладно, чиновники Но чиновники, как бы, они там себя очень любят Такие все, чтобы BMW 7, S-классики, A8 Вот эти все люксовые седаны Но почему у нас ДПС и прочие службы ездили тоже на каких-то нерусских автомобилях Поняное дело, что многие из них, наверное, собирались в России, например И в том числе таким образом тоже поддерживался, так сказать, отечественный производитель Но, блин, ну то есть объективно Ну есть автомобили, вы постоянно говорите о том, что их надо поддержать Что они там на грани выживания И при этом никаким образом это в СМИ и в миру не поддерживалось И люди такие, ну если вы сами не ездите на этом Мы-то зачем должны Поэтому мне кажется, что мы жили, живем и будем жить в очень простом мире Где на личном примере ты показываешь ровно то, о чем говоришь Ты не можешь заявлять о том, что ты так классно пользуешься смартфоном Huawei А потом тебя палят в Твиттере, что ты постоянно пишешь с айфоной Такие истории постоянно бывают То есть если ты стал амбассадором какого-то продукта Если ты говоришь, что это хороший продукт публично И при этом сам этим абсолютно не пользуешься То люди такие, ну и зачем ты врешь Поэтому, собственно, ну вот хотите поддержать производителя Вперед, Lada, Granta, Classic 22 и как положено Я вот одну купил уже Я не уверен, что я не в печали от этой, собственно, инициативы, которую я проявил Ну уж купил, так купил Посмотрим, что из этого выйдет Возможно, сейчас, кстати, люди из регионов такие В смысле, какие бывают ДПС, чтобы и не наладить Но, ребята, в Москве каких только не встретишь Пятерочка БМВ, ДПС, на Вот, пожалуйста, welcome, полиция, все хорошо Я, конечно, понимаю, что там, допустим, центральный ГУВД Москвы, первый спецбатальон То есть им вроде как положено быть быстрыми, шустрыми и хорошо Но, ё-моё, Каен, ДПС, полиция, милиция, хотите? Welcome Ну, то есть, типа, в смысле, ребята? Ну, то есть, хорошо, сейчас им там аурусы сделали Вот, ну, хотя это другая крайность Ну, я не понимаю Должны быть исключительно лады Если уж говорить про импортозамещение Говорят сколько? Последние лет Хотел сказать восемь? Нет, давно говорят Ну, и какого чёрта? Ну, это уже должно было быть давно решено Чиновники должны ездить на российских автомобилях Своим видом показывать, как это И на своём, собственно, горбу понимать, что это Чтобы потом уже совершенно по-другому принимать решение Потому что, когда ты просто там поддерживаешь автоваз Автоваз, живи А сам такой, тык-тык-тык-тык В С-класс прыгнул Ну, и какой нахрен вообще разговор можно после этого вести Всем ладу-гранту Причём, причём Сейчас скажу страшную вещь, но Возможно, что весь этот тираж Лада-гранта-классик без АБС и подушек безопасности Как раз и надо выдать чиновникам Чтобы они почувствовали Вообще, мы тут подумали и решили, что это слишком круто На общественном транспорте Собянин в метро прыгает и едет Спецвагон ему сделает Или спецсостав С мигалкой И за ним ещё охрана Такие три поезда То есть, на самом деле Я вам так скажу Меня реально очень-очень-очень расстраивает Что наши чиновники отрываются от действительности моментально То есть, вообще, вроде как их народ выбирает А они такие Па-па-па-па-па-па Служебная тачка Полетели, поехали Нет Общественный транспорт Должны всё это чувствовать И пользоваться Правильное дело, что хочется верить Профильные чиновники Всё равно как-то с этим взаимодействуют Но вообще глобально Вот на, скажем, уровне там Новостей телевизора Я это не замечаю Я не то, чтобы много это смотрю Но для меня-то информация долетает И каждый раз, когда наши чиновники Высокого уровня спускаются в метро Это преподносится Типа, ну ни хрена себе Небожитель вот снизошёл До вот этого вот Классического Простого Людского развлечения Поездка на метро Поэтому Лады Грант ещё надо заслужить Такой вы Ну что ж, это были все интересные темы На неделю Я не затронул Иксбокс С Bethesda Showcase Возможно, расскажу об этом отдельно Как и State of Play от Sony Ну а пока, Алиса Попрощайся со зрителями Спасибо, что смотрели Надеюсь, вам понравилось Увидимся через неделю Ставьте лайки Пока Пока